нифигасе говорится охота пущей неволе грязь дороге еще не просохли а мы все равно уже тут ломимся причем решили отъехать подальше тут есть такие места где кучка островов всяких интересный ландшафт такой вот решили там либо помучить ползем ползем пока едем расскажу вкратце то есть получается но лодка рип пнд прицеп типовой то есть мы его не переделывали прицеп типовой ложементы вот видно наверное да на видео ложи беды идут по баллонам то есть получается что сама вот эта гондола да сам пластиковый корпус он получается висит в воздухе присоединяясь баллоном на системах крепления про системы крепления попозже расскажу и сейчас в лодке находится полтонны веса ну вот как раз как бы такой интересный тест получается тест на на крепкость конструкции полтонны веса находится в лодке лодка получается на прицепе без центральной потопчены только боковые ложементы ну и вот мы едем она там прыгает по кочкам принципе нормально на воде конечно совсем другая будет нагрузка на воде будет нагрузка распределяться по всей площади так как там будет пятно контакта большое она будет распределенная а здесь как раз вот все днище вывешено и на него давит полтонны веса воды в канистрах вот прибыли мы на воду пока парни тут отвязываются расчехляют лодку вкратце скажу что салар 470 модели рип новая модель 1 у нас на тестах рип саму за себя говорит ну пластиковая дно пнд 7 миллиметров толщина 1 все переборки вся конструктив также выполнен из этого материала той же толщины и корпус выполнен из пнд рундуки выполнены из фанеры система крепления сделана самой гондолы самого корпуса баллона выполнена через систему ликпазов два ряда липпазов нижний ряд ликпазов вот он выполнен туда идет через весь корпус второй ряд он выполнен вот видно да его потом покажу вот здесь вторая вторая часть или пазов комплектация сразу баллоны забронированные пвх полиуретановой пленкой 07 вальсборта потор наш mercury 50 лошадиных сил на водометной насадке сипро который вот мы недавно рассказывали показал не скользяшки наклеены ветер будет не знаю 500 килограмм в рибе сейчас сейчас будем пробовать сейчас сначала 500 попробуем кстати вот можно посмотреть люди получается у нас система какая сухой кокпит пластиковый полностью вот полтонны веса у нас здесь все нормально здесь завернули да вот эти барашки они неудобные получается что их нет вернуть если будет какой-то груз их конечно лучше другие делать чтобы они не оттуда отсюда расщелкивались потому что наверняка лодка иногда будет эксплуатироваться и груженая и вот мы сейчас уже не можем открыть рундук еле открыл барашки они еще и тугие к тому же вот так вот в открытом состоянии они получаются это конечно не делай хода ставить другие какие-то но ладно это все временно будем считать пробный пробные барашки сейчас посмотрим что у нас в карте тихо уже вода ладно пока это нам не мешает но это конечно не делается хренатень барашки постоянно мешаться парни не подсказывают что это с канистры набежала действительно вот вода тут половина канистры бежит а зачем хочешь убрать убирать не надо и того 600 килограмм первый заезд пробный нормально на глиссер вышел чтобы скорость померить это сейчас по глубине по турнине здесь самое течение у нас все же не замерить скорость получается 500 ну как обычно немного больше чем 500 килограмм воды потому что у нас каждой канистре побольше но пружине плюс бензина там полный бак 600 точно за 600 немножко ну резво выскакивает до такой загрузки по глубине пошел легко вообще резво а смотри же вовне идёт так ну давайте рассказывай по течению максимальная 45 получилась так против течения максимальная 32 и 6 это у нас 600 килограмм так ну ладно записалась скорость теперь теперь давайте 700 700 килограмм да паша садите вас натолкну ну пробуем 700 килограмм по загрузке вот кстати по привальнику можно смотреть как как 700 килограмм насколько пересаживают лодку хорошо идет для 700 килограмм то вот лично чтобы я бы нос еще пригрузил это у нас хочу отметить что сегодня мы тестируем по глубокой волне по самой тяжелой воде глубокая волна и глубокая вода и она тут такая вот течение крутящиеся бурны такие поэтому выход на глиссер он тут конечно затруднён если выходить где-то вдоль берега или по милям то во первых это все намного легче во вторых но и вес будет больше раз и вышел сразу сейчас расскажут расскажут скорости нам попали в течение идет понеси и против течения по глубине раскатались не остановишь насадка у нас получается насадка у нас типовая то есть мы ничего там сильно не регулировали ну то есть регулировали зазор потому что импеллер у нас уже он такой кожаный немного ничего сильного там не готовились просто повесили мотор и поехали сейчас узнаем скорости проверим как она по льду паражирует ничего какие скорости так ну чё еще 100 килограмм вывезет вывезет ну давайте я сяду евгений какие какие ощущения от лодки хорошее управление быстро на самом деле на глиссер выходит понравилось но есть нюансы в управлении надо привыкать практически отсутствует дрифт ну там где-то на минимуме в повороте когда начинается снос после поворота волна такая получается есть риск заливания кормы то есть надо аккуратно очень по большой траектории заворачивать в принципе без веса можно попробовать по куролезь но что-то я вот с загрузкой боюсь ну с такой загрузкой понятно у нее и осадка это во первых во вторых есть небольшая келеватость и два рядана же там впаять ну вот я думаю что за счет ряданов как раз дрифт исключается то есть на такой-то лодке там как газанул на месте разве это тебе а вот мне на выставке подходили наоборот нам спрашивали как убрать снос вот пожалуйста поэтому тут это тебе ли хочу надо подрифтовать роду наоборот ну понятно а в целом нормально пошла на нас села на все равно вы что не ломается не ломает так 3 человека твой в лодке не считая полтонной воды что кстати классно жопа не скользит ну конечно вот полу жесткий корпус причем то что интересно уже получается что не так важно уже накачка баллонов баллоны не настолько и жесткие ой я в носу для развесовки ну вот уже трудно выходим на грифер женья ищет уже какой-то перекатик для 800 килограмм вот что значит экранный эффект вышли на 700 килограмм вышли уже вдоль берега ну сейчас хорошая скорость это я смотрю 30 30 километров в час скорость 31 31 31 33 33 35 37 38 5 4 5 5 разворачивайся Это вот протока, часто австровское. А вот сейчас идем против течения и против ветра. Сейчас мы уже не спросим, какая скорость. Уже не новый навигатор, поэтому он никому его не дает. И сам еще не разобрался. У него постоянно он засыпает, поэтому половины данных у нас не будет. До тех пор, пока Евгений его не освоит. Вот, кричит, разбудил навигатора. Двадцать шесть и шесть. Двадцать семь. Двадцать семь. Вот против течения и против метра двадцать семь. Глубина, я думаю, тут метра полтора. Вот, потестировались в восемьсот килограмм. Рабочий вес, нормально. Кстати, пол канистры воды всего. Но это не потому, что мы набрали пол канистры. Потому, что вся вода у нас в рундуке. Где я показывал. Итак, вдвоем. Вот, кстати, один из плюсов. Кокпит очень глубокий. Смотрите, весь баллон. Весь баллон получается свободен. Глубина. Но я не знаю. У меня вот по колено глубина кокпита. И, соответственно, я сижу вот на банке. Очень высоко. Удобно. Отлично. Даже по звуку чувствуется, она идет, как жесткий корпус. Прямо это точно совсем другие ощущения. Классно. 45, да? А. Ну вот вдвоем плюс бензин. 45 километров в час. Даже сзяту пониже. Пониже. Он отсел. Пониже комфортнее. 48. Очень резкое в управлении, да? Очень острое. Острое управление за счет киля и двух рейданов. Я думаю, что разогнали бы до болтосов. Но уже, да. Вот ты двинулся, и ее сразу повело. Очень чувствительная лодка. Вот, кстати, насчет ковриков все спрашивают. Для чего коврики? Вот, водичка стоит. Поднял, вытряхнул, и все. Это налилось в канистр. И если бы сейчас коврика не было, оно бы все бы туда-сюда каталось. А так вот оно стоит и стоит. Против течения и против ветра. 42. 42. 43. А что так просили на 4 тысячах? Да. 30 против течения на 4 тысячах оборотов. Вот мы идем. Это против течения. Женя привыкает. Она поворачивает как жесткий корпус. Без сносов. И с заломом. То есть она, получается, поворачивает вот так. Ну, держись. Не-не-не, подожди, подожди, я ж... Блядь. Я ж выйти хотел, чтобы тебя... Чтоб ты туда подальше уехал-то. Ну, пожалуйста, вот доставлен к берегу. Ну, капец. Что это за парковка такая? Ну, вот, выехали. Давай, подожди, сейчас я это... Вот пока она так стоит, лодочка. Вот. А, плохо видно. Вот видите, да, вот получается два листа и киль. Киль достаточно такой... Во-первых, он пропайний. И выраженный такой киль. И вот за счет него достаточно острая управляемость. Кому-то плюс, кому-то минус. Очень, конечно, резкая лодка. Поведение совсем другое. Это совсем не ПВХ. Ну, че, вообще хорошо. Слушай, надо было посильнее. Там же у нас водоем. А, то есть там продолжаем. Да, да, да. Ну, че, вот смотрите. Вот получается у нас хорошо видно, структуру дна. Вот, смотрите, получается у нас киль. Киль. Два ряда на ряда. Ряда на очень большие, кстати. Два ряда на. Дальше идет дно ПНД. И вот видно, да, видно вот тут два таких две ямки. Это баллоны. Вот, получается, вот так она и по воде движется. Интересно, интересно. Женя, конечно, аккуратненько выехал. Без, без экстрима. Ну, дно очень скользкое. Выехали на берег. Сейчас назад стаскиваем. Ее надо разворачивать. Можно ли одного? Одного. Слит. Ну, нормально. Если бы еще не было киля такого, который цепляется, так вообще было бы нормально. Осторожно. Будем считать, что попытка удалась. О, надо успевать. Ну, вот, я как раз разворачивал лодку один. И хорошо видно, она... Вот я ее разворачиваю, и она, видите, как келем бороздит по снегу. И, соответственно, то же самое происходит и на воде. Поэтому она без каких-то дрифтов. И очень у него такое резкое управление. Очень похожее на жесткий корпус. То есть дрифта нету. Сразу происходит при повороте. Она ложится на борт. Женя решил говорить, что-то ты быстро ее вытащил на воду. Давай-ка еще раз, я подальше заеду. Ну, и сейчас уже опыте есть пилотирование лодки по снегу. Поэтому, видимо, немножко скорость побольше наберет. Нифига себе! В лес уехал! Ты водоем проскочил. Я же тебе говорил в этот водоем приедь. Слушай, ну скот! Не рассчитал, блядь. Слушай, ну она скользкая, да? Вообще, как это, как блинчик идет. Вот, доехали мы до дороги. Кстати, тут так вот можно на прицепе подъехать, да? Раз. Вот, и вот там вот у нас вода. Ну, что, Жень? Теперь твоя очередь ее разворачивать и воду тащить. Ой, блин! А что? Нет, а дальше тащить? Почему дальше? Ну, потому что я с туда таскал. Зато тебе по льду полегче. Ну, что, вот легко достаточно. Берись за ту ручку, за вторую. Берись. А, тебе там неудобно, да? Да, мы толкну. Надо же. Ты что хочешь, Шида? Столкача завести? Да. Ну, давай. Ну, что, нормально. Давай, 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 давай. Ну, с горочки давай сам. Ох ты! Вот это аттракцион! О, прибыли! Будем грузиться на сегодня, пока первые эксперименты закончены. Хотелось бы посмотреть мне, что... Вот мы изначале стартов смотрели уровень воды, которая налилась из канистры. Я сейчас хочу посмотреть, что там у нас в рундуке. Еще раз вот про них говорю. Это, конечно, надо переделывать однозначно. Ну, воды примерно столько, сколько она сейчас сошла. Вот. Она гоняется туда-сюда. Ну, по воде. То есть, конечно, это корпус не самый отливной, как НДНД. Поэтому вариантов два. Лучше, конечно, поставить туда помпу, потому что все равно будут брызги, все равно будет волна залетать в кокпит. И для того, чтобы не возить с собой лишнюю воду, можно поставить помпу в самое глубокое место, как в жестких корпусах. Туда поставить помпу. Это один вариант. А второй вариант, ну, тех, кто умеет, можно на скорости на глиссирование открывать шпигат и вода будет уходить. Многие не знают такой способ, но вот он есть. Даже когда ломается помпа на лодке, можно всегда слить воду, разогнавшись, выйдя на глиссер, открыть шпигат и вода сама удаляется. Ну, конечно, это надо делать не одному, соблюдая все меры безопасности, но это рабочий способ. Так, что еще по лодочке это рассказать? А, ну, вот я хотел показать. Вот крепежи. Это лик трос. Верхний ряд лик троса. Он сделан вот так. Сам корпус лодки ПНД, он выполнен вот до такого уровня. какие-то тут сантиметров, наверное, 15, может, побольше. Весь материал из которого, из какого сделан корпус пластиковый, это ПНД, 8 миллиметров, как я говорил. Ну, лавки и банки, они сделаны из фанеры. Все аккуратненько, продумано. Ну, в принципе, все, все интересно. Конечно, со временем, как всегда, в лодках Солар постоянно идут какие-то модернизации, какие-то отзывы от пользователей, отзывы от нас, от сервисных центров. Но, вот, на сегодняшний день интересный такой рабочий вариант. Лодка ходкая. Очень похоже по ходу именно на жесткий корпус, по ходу, по управляемости, по врезанию при повороте килем. То есть, нету сноса вообще. Ну, ПНД жесткий корпус. Так оно и есть. Такая вот первый день знакомства с лодкой. Завтра мы поедем еще или послезавтра на воду. Будем уже ее бить, колотить. Хотим по милям поноситься, по островкам, поскакать. Сегодня мы не успели просто выполнить все задуманное, потому что долго добирались до этого места. Дороги все развезло. И мы ехали потихоньку. Достали вот лодку. Хотел показать во-первых, два мощных ридана такой формы. Центральный киль идет до тоннеля. И вот за счет такого строения она очень такая чуткая к управлению. те, привык к дрифтам, тем конечно надо аккуратно первое время. а с другой стороны это же и плюс, когда четко идет и без сносов. Но опять же, кому как. Кто-то наоборот, у нас игру на выставке, одни говорят, что сносы нужны, другие говорят, что лодку сносит, что сделать, чтобы ее не заносило. Поэтому каждому свое. Ну вот я хотел показать именно строение дна. Это у нас первая часть тестов. Мы еще поедем, когда мы окончательно ее потестируем, погоняем по камням везде. Мы потом ее перевернем еще и посмотрим, как у нее дно сохранилось. Вот шпигат, про который я говорил. Его можно на ходу выкручивать и вода сольется кто умер, конечно.